Меня зовут Александр Зимин. В этом видео я подробнее расскажу о неоадювантной фитотерапии или натуропатии. Давайте рассмотрим эту проблему глубже. Неоадювантной. Что это значит? Врачи всегда любят выдумывать что-то сложное и по-латыни. Но на самом деле одювантный – это вспомогательный, а нео – это перед основными методами лечения. Основные методы – это химиотерапия, это лучевая терапия и операция. Так вот, перед этими методами необходимо проводить профилактическую фитотерапию. Для чего? Вот, например, химиотерапия. Основной эффект – это практически оказание ядовитого действия на организм с целью торможения пролиферации клеток. Но при этом возникает огнетение иммунной системы, при этом возникает токсическое влияние на печень и на весь организм. Так вот, если перед химиотерапией назначать фитопрепараты, они подготовят организм к такому токсическому влиянию, и будет уменьшение выраженности осложнений, и будет уменьшение выраженности появления иммуносупрессии, химиотерапия приводит к угнетению гемопоэза. Поэтому один из главных препаратов, которые используются после химиотерапии – это стимулятор гемопоэза. И фитотерапия, которая назначается перед химиотерапией, позволяет снизить потребление этих препаратов, стимулирующих гемопоэз. Таким образом, необходимы гепатопротекторы, поскольку они защищают печень, и также они профилактически способствуют защите печени от вредных влияний. Необходимы иммунокорректоры, поскольку они подготовят организм к предстоящему токсическому воздействию. Также не лишним было бы назначить иммунограмму, чтобы посмотреть, а какое состояние иммунитета перед химиотерапией. И в эти 2-3 недели перед этим как-то подправить и проиммуномодулировать это, чтобы подготовить организм. Конечно, это не для всех злокачественных новообразований подходит. Тут необходимо ориентироваться прежде всего на то, какой диагноз. Следующий метод – это лучевая терапия. Конечно, является высокотоксичным методом, хотя сейчас появляется и комфортная лучевая терапия. То есть облучается только сама опухоль, а соседние ткани меньше подвержены облучению. Есть позитронная терапия, быстрые нейтроны, которые позволяют прецизионно, то есть более точно направить облучение к опухоли. Но всё равно токсичность остаётся. И в связи с этим необходимы тоже фитопрепараты, которые обладают радиочувствительностью. Это было бы замечательно, поскольку эта радиочувствительность бы повышала эффективность лучевой терапии. Что я имею конкретно в виду? Дело в том, что биологически активные вещества растений обладают свойством под действием света активировать кислород. И этот кислород обладает токсическим действием на опухоль. И я уверен, что те растения, которые обладают фоточувствительностью, также обладают перекрёстной радиочувствительностью. Звучит достаточно тяжело для неподготовленного человека. Но иными словами, такие растения, у которых есть фотодинамический эффект, которые растения с фотодинамическим эффектом, которые мы принимаем внутрь, могут под воздействием солнца давать ожоги на теле. Это и есть фоточувствительность. Конечно, необходимо доказать, что у этих растений есть также и радиочувствительность. И такие попытки происходят, такие исследования проводятся, потому что растительные фотосенсибилизаторы или радиосенсибилизаторы, они намного дешевле остальных. Это позволит бы сэкономить огромные деньги. Итак, какие же лекарственные растения обладают фоточувствительностью? Это зверобой, это якорцы, лебеда, крапива, гречиха, донник, дурнишник, репешок. А также я думаю, что растения, в которых есть хилатные комплексы вместе с ионами магния или с другими ионами. Я абсолютно уверен, что фоточувствительность и радиочувствительность имеют перекрёст, имеют, что фоточувствительность и радиочувствительность, они соприкасаются друг с другом. Если это хирургический метод лечения, то перед ним, так сказать, в неоадювантном режиме необходимы фитопрепараты, которые повышают стрессоустойчивость. Это могут быть мягкие адаптогены, то есть, которые не меняют резко все метаболические реакции в организме, а которые оказывают такой стрессоустойчивость, который повышает стрессоустойчивость. И тем самым в послеоперационном периоде всё проходит гораздо легче. Я уверен, что эта информация была важной и интересной для вас. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки и задавайте свои вопросы.